Здарова! Сейчас будем гражданскую оборону изучать отряд «Не заметил потери бойца». Песня такая весьма классная. И играется... В общем, все те, кто еще не умеет играть на баре, можете сворачивать видео, закрывать и огородами через соседей в лес топиться. Я не знаю, что угодно делать, но как бы вам тут делать нечего, кроме одного. Вот она ссылка. Это, короче, как ставил аккорды Егор Летов. Это как избежать баре, скажем так. Может, это вам даже поможет научиться ставить баре, если вы там его хотя бы там уже пытались что-то поставить, что-то как-то, да? Но если вы посмотрите там, и как бы и то вас не устроит, и что баре вас не устроит, песня, и что вот по Егоровским аккордам там тоже вас не устроит. А то, ой, это я еще не умею, вот эту песню хочу научиться, но хочу как-нибудь это сделать без баре. Не получится, как бы, поэтому можете закрыть. До свидания и т.д. Вот, всем остальным. Показываю, короче, как это играю я. Ну, я это практически один в один снял с записи Егора. В общем, она играется как-то вот и так. Глупый мотылёк Догорал на свечке Жаркий уголёк Дымные колечки Звёздочка упала В лужу крыльца Отряд не заметил Потеря бойца Отряд не заметил Потеря бойца И т.д. В общем, вот это вот дело сейчас мы с вами разберем. Как это играть, да? Значит, сразу разберем вступление. Ну, как видите, вот эти аккорды полетовские, они дают какой-то вот такой шарм, что ли. Я не знаю, очень многие песни его звучат, скажем, вот, допустим, аккорд, там, фа, да, фа диез. Его, вот, если ставить по с барре, то он как-то звучит, ну, скажем, буднично, да? У Егора он ставится вот так И получается более такой забавный такой, даже не то чтобы забавный, а более такой интересный какой-то вот звук. Вот, ну, я вам объясню, вы аккорды запишите, потом просто там посмотрите в том видео про аккорды полетовские, если вы еще их не смотрели. Посмотрите, как ставить, допустим, аккорд фа, как ставить аккорд ашем. В общем, я вам покажу это на обычных аккордах. Вот, поэтому давайте сразу забацаем вступление. Вступление у нас получается с аккорда ашем, да? Вообще, сразу, сейчас, вот, прямо, чтобы ко мне не возникало никаких вопросов, чтобы ко мне не добавлялись вконтакте по 500 раз всякие люди с просьбами аккордов, там, напиши мне аккорды вот этой вот песни. Зачем я ее разбирал, я не понимаю. Вот для чего я разобрал песню вот эту вот, как бы, для чего я тратил свое время? Для того, чтобы вы мне тупо написали вконтакте, чтобы я вам прислал аккорды? Не понимаю этого, поэтому прямо сейчас взяли листочек, ручку, компьютер, клавиатуру, там, не знаю, мышку, я не знаю, слово член считается матерью, ну, член возьмите, там, напишите им, там, я не знаю, на листочке на каком-нибудь, там, на пергаменте пишите, как угодно, ногами, там, ну, как, вот. Поэтому пишем вступление, две точки написали, вступление, двоеточие, и написали первый аккорд, аш-эм, второй аккорд, е-эм, третий аккорд, ж-э, и четвертый аккорд, фа-диез, это вот это вот. Заметьте, что аккорд фа-диез нужно подержать подольше, и если вы еще не ставите по-егоровски, вот это вот не делайте, то можно сделать это вот так, пальцем, вот этим вот, указательным, которым вы зажимаете баррэ. Заметили фишку, что вот аккорд фа держится, фа-диез держится дольше, чем остальные все аккорды, это такой проигрыш, вот такой вот. Вот, это у нас было вступление, теперь, сразу, чтобы не было никакого кипиша, берите в очередной раз в руки член, и пишите аккорды куплет, двоеточие, куплет, там, но он вместе припев, ну, напишите слово куплет, то я думаю, все равно до вас дойдет, то я не знаю, нормально так, вот так, наверное, будет круче, да, то может там вообще мимо. И куплет у нас, глупый мотылек, а шэм, дэ, догорал, фу, догорал на свечке, вот так вот, получается, напишите даже, глупый мотылек догорал на свечке, я жду. Ну, чё, написали? Не все еще, ладно. Все, окей. Глупый мотылек догорал на свечке, все. Над ними ставим. Глупый ашэм. Глупый мотылек. Глупый мотылек. В конце слова мотылек ставим дэ. Глупый мотылек. Сразу на догорал, прямо в начале. Е-М. Дэ. Горал. Дэ. Е-М. Горал. Ж. Поняли? До. Это Е-М. Горал. Ж. Глупый мотылек догорал. Глупый мотылек догорал на свечке. Заметили? Глупый мотылек догорал на свечке. Над словом свечки аккорд ашэм опять ставим. Аккорд ашэм. Вот получается ашэм. Дэ. Е. Фа диез. Ашэм. Глупый мотылек догорал на свечке. Ну и дальше по аналогии жаркий уголёк дымные колечки. Ну и дальше тоже самое звёздочка упала. Парам-пам-парам-пам-пам. Это всё по аналогии. А припев точно такой же как вступление, которое вы записали. В самом начале, которое я просил, чтобы вы записали. Отряд не заметил потереваться. И проигрышный аккорд. Парам-пам-пам. Упишем отряд не заметил потери бойца. Получаются эти вот аккорды. Ашэм. Е. Ж. Фа диез. В этот раз я не ошибся. Отряд не заметил. Потери. Ж. Бойца. Фа диез. Глупый мотылёк, да гром на свечке. Жаркий уголёк, дымные колечки. Связочка упала. Своё лужу в лице, отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Как-то так. Ну а дальше по аналогии и всё такое. Так, ещё сразу же говорю. Под видео, вот, под видео, сразу посмотрели, чтобы не было вопросов. Там есть видео про бой. Сразу же, что за чушь, по-моему, чуть-чуть сбилось, да? Что-то, я не знаю, что-то упало, землетрясение, наверное, или что-то такое. Там сразу есть видео про бой. Я боюсь, аж я не знаю, что смешно стало. Достали уже с этим видео про бой. Пришли мне схему боя, схему боя сразу под видео. Вот, ну, вот, вот. Всё там сочно, круто, описано. Специально для особо одарённых среди среднедебильных. Даже вообще для полных даунов. Вот всё, как я не знаю. Просто посмотрите то видео, и можно прямо идти сразу куда-нибудь в оркестр. Виа, там, храпуны, там, я не знаю, Виа, цветы. Продолжать их дело. В общем, всё, это всё, что я хотел рассказать. Всё, что хотел показать. Надеюсь, показали. Фу, показали, вот. Короче, всё нормально, я показал. Если, короче, как бы вот, короче, длиннее, длиннее, короче. Понравилось? Лайк. Не понравилось? Дизлайк. Ещё не подписались? Подписаться. Если уже подписаны, то, я не знаю, можете ещё раз подписаться. Не знаю, каким образом. Ну, в общем, как-то так. Всё, надеюсь, я вам помог. Счастья любви детей. Схему боя не пришлю. Пока.